7 щербет дорогие друзья их даже уснуть долго не мог все формировал в голове сегодняшний видеоролик вангую мне будут писать о том что кто ты такой не бери ты очкарик с непонятной прической вещающий где-то в каком-то магазине чтобы судить о великих там профессионалах посмотри на качество их роликов да это же как все вот классно преподнесено я смотрю только из-за картинки из-за вот этих там съемок с квадрокоптера каких-то швейцарских гор на заднем плане это все да это все окей круто все супер и обязательно напишите что я просто завидую я завидую потому что мне не заносит ну канал у меня дно да и мне не заносит поэтому я завидую тем у кого все хорошо во-первых заносит может быть не в таком количестве как тем людям о которых я буду говорить но да вы все прекрасно знаете что я сотрудничаю с фонарями night core и я сотрудничаю с интернет-магазином atlant market который присылает фонарики феникс различные горелочки печечки на же ганза и прочее тогда ты ничем не отличаешься как бы тоже реклама до реклама друзья чем вообще отличается реклама от не рекламы то что в рекламных роликах ты озвучиваешь только логично да правда положительные стороны продукта которым ты вещаешь вот это хорошо и это у него хорошо и противоударный и водонепроницаемый и используется космическим спецназом о том что там кита нюансы может где-то эргономика не так ну ты просто как вот острые грани обходишь да ты них просто не говоришь чем отличаюсь я тем что я с вами честный честен да я я это все озвучиваю покажите мне хоть одного интернет хоть одного с так сказал смешно интернет-обзорщика который бы снял или снимает подобные видео где просто вот раскрывает все карты я как открытая книга перед вами вот серьезно я что думаю то и говорю можете писать в комментариях все что угодно мне честно интересно ваши конечно мнение но мне не упоротых мне всегда было есть и будет наплевать и так небольшая предыстория это видео разделится на две части первое мы в целом ситуацию обсудим и второе я именно по люминоксом вам расскажу которые кстати являлись до недавнего времени моими самыми любимыми часами даже более любимыми чем casio и что послужило тому кстати вот такому триггеру что ли которая сначала с эпосом до история произошла с швейцарией потом с люминоксом ну давайте об этом чуть позже больше года назад у меня есть знакомый товарищ да это саня stalker он обзорит часы ой господи ножи можете тоже подписаться к нему на канал хоть не супер популярный канал но тем не менее у него есть и обзоры толковые и тесты и все прочее я смотрю в инстаграме ленту и вижу что человек нажиман клуб харьков нажиман клуб ну то есть он рекламирует и берет на обзоры у некого интернет магазина ножи и вы все прекрасно помните мои обзоры на ножи из этого интернет магазина я с ними списался естественно тоже думаю что ну почему бы мне не делать обзоры все как бы и так понятно я списался с и таких вот условиях что мол как бы я получаю четыре ножа на обзор один какой-то оставляю себе за мои труды до нет и отправляю назад ножики недорогие ножики либо китайские реплики либо китайские бренды которые тоже ну не стоит сильно дорого поэтому для меня лично это было не очень выгодно потому что сделать четыре обзора это потратить достаточно много времени а получить один ножик который стоит тут там 500 600 гривен это учитывая то что я продам его потом за 250 в половину дешевле либо его вряд ли кто-то купит либо оставлю себе ну такое себе но принципе согласился поэтому чё ныть как говорится да я честно пилил обзоры до тех пор пока один из этих китайских ножиков мне не очень зашел он как бы не полное говно но вот эргономика ручки мне не понравилось я говорю вот что мол вот ну почему сделали такую ручку вот она неудобная вот она эдакая вот она такая и это все видео озвучил потом мне пишет этот чувак говорит что слушай ну я ж так этот нож ну не продам никому и это видео твое я на своем сайте разместить не смогу поэтому ну мне такое не подходит я ему говорю что чувак мол давай определимся я делаю обзоры или я делаю рекламу то есть ты хочешь чтобы я из четырех ножей забирал себе только один за работу и еще и делал рекламу не озвучивая отрицательные стороны нет можешь озвучивать но вот как-то вот просто сказал и все а ты вот прям вот во всех красках это обсосал я говорю ладно окей я буду обходить острые грани продался понимаете еще разок окей снимаю дальше потом я выложил видео и там утром видео а вечером какую-то свою барахолочка он мне пишет нет подожди но мне нужно хотя бы чтобы мы там сутки продержались в топе чтобы ты не прикрыли перекрывал одно видео другим видео я люблю блин ну ладно окей хорошо сутки будем в топе находиться не буду снимать дальше и закончилось все примерно тем что из четырех присланных в очередной раз мне ножей один был более дороже чем все остальные и он мне конечно понравился я в итоге его как бы оставить решил себе на что мне написали что нет ну подожди это мы так не договаривались там не это ж надо было обговаривать заранее дорогой нож он там не 600 700 гривен стоит а 1200 там к примеру условно да и то есть было недовольство и тем что я решил оставить из четырех все самый дорогой нож и я вообще блин такое что происходит и потом в очередной раз спустя там не 24 часа я выложил очередной свой ролик а спустя 18 часов что-то такое он мне опять написал нет ну мы сутки договаривались топе значит сутки в топе я говорю чувак все давай короче мы друг друга не понимаем мы не не слышим мы все прекращаем сотрудничество он сказал окей хорошо вот так вот я посотрудничал с нажиман клуб харьков к чему я это говорю ребят все блогеры продажные продажные как говорил тинькофф и маму свою продадут все считают что работать на заводе это не для них мечтают сидеть пилить видосы и этим зарабатывать на жизнь я тоже так мечтаю делать я признаюсь честно и ничего в этом плохого нет но когда видео ваши превращается сплошной product placement это как будто смотрите знаете какой-то русский фильм где постоянный вот этот показывают стол с кушанием там стоит какая-то бутылка шампанского с определенным названием причем ее вот как то вот так вот как при 3d графики прям вам покажут со всех сторон еще и подсветят все началась история вообще один мой знакомый из деки дека это чтобы понимали не реклама потому что когда летом случилась ситуация с проданным мне таким вот зацарапанным эпосом я об этом честно выложил ролик да и как бы ну просто я давно их знаю давно у них покупаю и часы если что у них оригинальные поэтому тут можете не сомневаться господи говорит угадай кому не заслал в кавычках люминокс часики смотри горит два дня назад обзоры на канале мою очру и два дня назад у дэна get a true ну понятно два таких самых популярных канала часовых и еще и одинаковые часы я эти обзоры до конца и не досмотрел ну не интересно мне ребята но там вот металлический этот люминокс он был и у дэна и у моего чего а второй какой-то бир грилл я не знаю короче я с этими людьми лично не знакомы и никаких к ним претензий не имею с дэном когда-то два года назад списывался что-то на форуме watch.ru он выложил какой-то ролик а там показалось форум чанам что брайтлинг который он обзорил был типа подделкой я написал дэну что типа действительно пишут что подделка он нет это мои хейтеры ну на этом все закончилось с автором канала мой watch.ru я вообще не знаком я раньше его смотрел у него качественные ролики прикольно снятые но ребят вот это вот постоянная кстати на магазине кассио база у вас есть удобные там фильтры где вы можете подобрать и дальше к кассио касси используют передовой а вот кассио тот и и кстати в магазине кассио база который находится за углом со и вот это постоянно постоянно себя реклама вливается 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 я отписался от этого канала несмотря на качественные ролики несмотря на то что он там ездит по всяким выставкам безель ворлдом и в часах шарит там это просто невозможно смотреть друзья давайте я вам расскажу правду алюминокс правду которую вам не расскажут люди которые которым заносят да ну во первых это была любимая моя марка потому что с ней связаны определенные субъективные воспоминания когда-то мне мой знакомый посоветовал их опять же как трушные часы для спецназа моему неокрепшему уму это был 2010 по моему год уже больше десяти лет назад из к истории про тритеевую подсветку вместо фосфора якобы до который там светится и потом гаснет истории про американских котиков показались настолько крутыми что я просто ждал своего дня рождения собирал там эти деньги копил они так не продавались потом заказывал где-то в киеве через интернет-магазин месяц ждал ну короче там целая история была с этими люминокс и я был самым счастливым человеком когда их купил и это вот первое впечатление но не угасает до сих пор но сейчас уже когда я понимаю что люминокс соткан как пел спел балаза из песен и слов то есть из абсолютной рекламы как и многие швейцарские часовые бренды бренды этот новый это новый бренд данного дел который и истории даже не имеет по сути остальные бренды могут хоть какой-то истории типа перекупили то есть раньше это было исконно швейцарская марка потом и правда перекупили китайцы но все равно они вот эту историю где-то из-под земли достали до пыль стряхнули выложили и теперь типа это эй вот самая какая-то трушная марка которая там еще цари и короли их носили да у люминокса даже этого нет ну в 80-х годах там их придумали эти часы похвастаться не могут глубокими корнями первое друзья это сплошной маркетинг да они используются какими-то подразделениями там полиции департаментом нью-йорка или там лос-анджелеса и морскими котиками возможно но суровая реальность говорит о том что если вы смотрите часы спецназа то спецназ как правило таскает или casio g-shock и не просто так причем какие-нибудь простенькие да не топовые модели они 69 00 очень любят либо вообще там какую-нибудь casio f-105 то есть максимально плоские простенькие электронные часики не нужны вот эти шайбы какие-то там навороты тритеевые подсветки да есть фото спецназа и в люминоксах но также есть фото спецназа и в трейсерах есть фото спецназа и в тактика у миль так на вот этого тогда часах и в прочих каких-то тритеевых часах и в викториноксах милитари часах и в связь милитари ханова и и впрочем прочим прочим ну то есть это просто одна из марок которая позиционирует себя как милитари супер пупер часы причем не самая хорошая друзья поэтому вестись на то что это биргриллс биргриллс используют часы люминокс знаете на самом деле какие биргриллс используют часы погуглите люминокс ему также сама заслал часы и он просто в них там полазил по горам в своих рекламных роликах вот и все поэтому эти часы не тянут по своим характеристикам и здесь мы переходим плавно ко второму пункту на часы не убиваемые как их позиционируют рекламщики почему да потому что в casio g-shop в часах действительно не убиваемых ряд технологий которые защищают модуль до которые нацелены на то чтобы эти часы не разбились когда они упадут что же мы видим в часах люминокс мы видим конечно же третий который является самой крутой подсветкой бесспорно внутри используют не только люминокс эта технология которая придумана компанией microtech да которая имеет монополию по моему еще до сих пор на эти третий его и колбочки и любая в принципе часовая фирма может купить эти третий его и колбочки и ставить свои часы многие из часовых брендов сделали из этого фишку как примеру бренд болг который и скобочек даже выкладывает какие-то циферки это конечно гораздо более интересно то есть 1 это маркетинг второе внутри стоит обычная как правило дешевая швейцарская 515 ронда если это трехстрелочный кварцевые более бюджетные модели там на каких-то там дорогих может стоять что-то другое но в принципе этот механизм не обладает какой-то супер ударопрочностью да он надежный но он обычный и появляются отзывы о том что все чаще и чаще у люминокса стали приклеены криво третий его и колбочки даже люди задают на форумах вопросы мало где сейчас производит люминокс ведь раньше типа якобы в швейцарии а сейчас судя потому что мы видим такое впечатление что где-то в китае вот и вот эти вот третий его и колбочки иногда при ударе отлетают и потом колбасится внутри часов об этом тоже не раз уже сказано я уже молчу про гнутые шпильки которые вроде бы как это была фишка изначально согнутая шпилька которая крепит ремешок к вашим часам чтобы якобы в какой-то сверх экстремальной ситуации вам не руку оторвало просто часы до упали но было много случаев что опять же по отзывам людей с форма вот и и из-за того что эти шпильки не очень надежная но все прекрасно помните историю с ориентами и их вот этими постоянно гнущимися шпильками на маку и прочим то есть с люминоксом была похожая история на трейсерах кстати ну так зацепим трейсер процарабаем были вообще истории что у них откалывалась ушка полностью потому что этот карбонокс или карбон или чего-то пластик какой-то облегченный из которого они делали эти часы то ли на морозе то ли просто из-за каких-то вот нагрузок я не знаю как можно дернуть часы чтобы у них оторвалась ушка но тем не менее так было и вы вроде бы этот трейсер признал и эти часы менялись и там потом как-то это все дело замяли то есть получается что часы которые не имеют истории часы которые позиционируют как tool watch как неубиваемые часы не являются таковыми они страдают у них отваливаются колбы и кстати третий когда написано что тут светит 25 лет то сразу опять же сравнение после 10 лет свечения с новым 3 тем и часам которым 10 лет разница уже очень сильно видно а все потому что полу распаду 3 те где-то примерно около 10 лет поэтому спустя 10 лет это уже половина мощности свечения яркости ваших колбочек ну а к 20 они уже примерно потухнут абсолютно вот в ашпе потухло и так друзья почему не стоит покупать часы люминокс наверное стоит как и любые часы с 3 тем чтобы попробовать вообще в принципе трите его и подсветку но тут есть куча выбора ну куча выборов их куча брендов как из которых можно выбрать а также китайцы тот же карнивал который выпускает часы с такими же 3 те выми колбами от компании microtech и светятся они абсолютно также как люминокс только стоит в четыре раза дешевле и если вы хотите в бренд сегмент посмотрите какой-нибудь бол опять же это часы и с историей и совсем другим качеством да там ценник высокий но поверьте это ощущение уже немножечко другие а если вы хотите часы неубиваемые то вам придется к люминоксом относиться аккуратненько потому что вдруг штукните от дверной косяк и колбочка выпадет что тогда делать вот такие дела друзья напишите обязательно в комментариях что вы думаете по этому поводу если у вас лиминокс и да и что вообще происходит прожимайте ваши императорские лайки youtube сейчас дизлайки скрывает поэтому можете дизлайки прожимать все у нас зачтется а с вами был еще разок увидимся пакета